доброе утро уважаемые трейдеры приветствую вас на торговой сессии среды продолжаем разбирать события фундаментального характера и смотреть за тем что происходит с финансовыми активами и инструментами наконец-таки рынки за шевелились заходили мощная динамика волатильности колоссальные возможности я надеюсь друзья то что вы все-таки прислушивались к моему мнению в плане таких как минимум среднесрочных ориентиров и вместе со мной сейчас находитесь в очень хорошем профите честно говоря я уже влюбился 2019 год потому что по некоторым активам нужен не раз прокатились и до профитных ориентиров с таким хорошим еще багажом наследия 2018 года ну судя по тому что происходит сейчас друзья я абсолютно уверен то что по тому же самому евро по британской валюте мы фактически в одном шаге от наших заветных уровней вы сами все прекрасно видите рынок ни с того ни с сего опомнился и осознал то что риски то довольно очевидные и увидел вот эти основные факторы причины по которым отдельные инструменты реально должны активно снижаться были у нас вопросы канадцы друзья я вас еще неделю назад предупреждал то что у нас впереди реально цель 135 мы буквально за несколько дней от той динамики которую наблюдали вчера обратили внимание что канадец все-таки не получают поддержку даже от высоких цен на нефти это а был уже очевидным сигналом того что медведи накопили достаточно сил для того чтобы но вот прорваться к тем уровнем которые были обозначены нами ранее и небольшого катализатора триггера в данном случае для канадца это ожидание того что произойдет с национальной монетарной политики оказалось достаточно чтобы полностью уже инициативу передать в лапы скажем продавцов в итоге доллар канадец чуть-чуть не дотянул до цели 135 по австралийцу друзья мы прям вот-вот коснемся планки 070 я думаю что пар так на самом деле коварный очень мы не раз были там и в десяти пунктов помнить от поддержки 070 даже минимум в семи пунктах в двадцати в тридцати а потом настроение менялись и нам снова приходилось откатывать вместе со всем рынком и ждать как даже основу продавцы возьмут инициативу и предпримут очередную попытку подобраться к этой заветной планки если вы не хотите чтобы основа рынок поступил с вами также коварно как и в прошлый раз друзья но тогда вам нужно фиксировать позиции по текущим уровням все равно профит значительный по новозеландцу прям такая сделка а вскользь в моменте была вброшена по факту снижения которые мы наблюдали еще за день до этого новозеландец действительно активно оснижается испытывать серьезный апрессинг по нефти я прям предлагаю непосредственно перейти к тому что происходит на рынке черного золота вчера у нас high было 74 06 сейчас мы на уровне 73 54 и на текущий момент а работаем с двумя сценариями торговли это сделки долгосрочные в расчете на то что котировки уйдут снова в район 60 долларов за баррель и краткосрочная сделка которую мы вынуждены были провести поскольку все-таки следим активно за фундаментом и понимаем что если новости располагают покупкам почему бы ими не воспользоваться и не подзаработать на них поэтому до цели 75 долларов за баррель длинные позиции краткосроком небольшим объемом они по-прежнему актуальны как вы знаете и прекрасно понимаете друзья рынка продолжают мусолить тему новых санкций со стороны штатов которые будут введены против тех стран которые продолжат закупать иранскую нефти после 2 мая мне кажется на этой теме мы детально останавливались накануне я напомню что был срок исключений от этих санкций в 180 дней в принципе они благополучно прошли сша планировали создать такие легкие хорошие условия а постепенного перехода стран которые сейчас закупают иранскую нефть на других а поставщиков почему за это время в принципе ничего не произошло почему китай индия япония южная корея не приключились на других поставщиков да потому что буквально за месяц до этого штаты делали заявление со ссылкой на официальных лиц в том числе и прям на лица администрации белого дома что этот срок исключения он изначально был временем его скорее всего продлят на определенный а срок ну вот полной неожиданностью для рынка стала вот такое пасхальное заявление майкла помпео он сослался в принципе на трамп потом и трамп еще через отдельные комментарии все подтверждается друзья 2 мая если страны будут и дальше покупать нефть и в их отношении будут введены а санкции в то же время хочется отметить что особняком сейчас держится китай китай явно критикуют позицию сша считает что односторонние санкции это вообще последнее дело китай оперирует довольно скажем вразумительными доводами то что отношения которые сложились тегераном это ношение основаны на легитимных на законных на прагматичных на рациональных основаниях опирающихся в свою очередь и на принципе открытого и прозрачного взаимодействия думаю что международные организации конечно же в этом плане должны поддержать китай я хочу друзья намекнуть на то что китай если все-таки они останутся преданной своей позиции будут и дальше покупать иранскую нефть и это значит то что иран в принципе сохранит а львиную часть текущих поставок если мы все-таки уперлись в показатель экспорта в 1 миллион тонн только лишь на китай приходится около 600 700 тысяч баррель то есть как такового выпадения ирана со глобальной арены поставщиков углеводородов не произойдет это смещающие обстоятельства для продавцов которые отреагировали конечно же разочарованием досады такой на то что на рынке была развита бычая ралли но все равно не решили закрыть короткие позиции правильно друзья что не решились потому что рынок не получил еще стопроцентного фактора для роста тем более что у этой темы я считаю есть спекулятивный интерес да он сейчас и толкает котировки нефти вверх но если мы даже закроем глаза на тот факт что китай продолжит покупать иранскую нефть и не забывайте что свято место пусто не бывает и на место ирана потенциально могут прийти поставщики из объединенных арабских эмиратов из саудовской аравии и вчера говорили о том что может быть даже с большей вероятностью этот пробел в мировых поставках закроют сами соединенные штаты америки что будет соглашением энергетическим пактом на фоне последних новых вводных по изменению предложения большой вопрос но я думаю что из соглашения сейчас начнут потихоньку выходить и первые сигналы у нас должны появиться буквально уже через месяц когда мы будем разбирать актуальные цифры по тому в какой пропорции исполняются условия сделки мы поймем что уже не так чистоплотно а страны плане соблюдения обязательств друзья сегодня также у нас еще доклад от администрации энергетической информации накануне вышел отчет от api рост запасов я не буду отказываться от своих слов я говорил что есть высокий показатель корреляции в том случае если мы получаем статистику с плюсом от api соответственно растет вероятность того что и официальные данные будут тоже со знаком плюс для рынка нефти такая статистика может стать фактором распродаж но все будет зависеть также еще и от того насколько изменится запасы бензина дистиллятов и собственно показатель нефтедобычи в сша это тоже очень важный резюмируем друзья я хочу снова сделать акцент на то что для долгосрочно ориентированных продавцов ничего существенным образом не изменилось если у вас короткие позиции ждите я тоже жду собственно распродаж потому что фундамента есть для этого но и смиритесь тем что на такой теме как санкции сша какое-то время рынок еще поварится не думаю что уйдет сильно на высоко но 75 мы скорее протестируем если есть желание можете еще урвать небольшой профиль на этом как о сочном росте вернемся к экономическому календарю немного мы изменили сценарий брифинга все-таки обычно мы начинали именно с оповестки текущего дня но давайте раз уж мы закончились нефтью немного откатим назад друзья сегодня я предлагаю обратить внимание на бизнес оптимизма тифа не такая крутая статистика как зью но все равно статистики по еврозоне последнее время было немного ну точнее на этой неделе ты и на прошлом можно сказать и сейчас было бы неплохо сейчас получить дополнительные сигналы того что экономика продолжает ослабить тифа может стать неплохим индикатором для этого дальше 17 00 решение банка канады по процентной ставке через 15 минут после этого пресс-конференция и замыкать день будут данные по запасам нефти сша от администрации на чеческой информации 17 30 по московскому времени доллар иена 111 83 слабая статистика я говорил про рынок недвижимости действительно судя по всему он также может стать еще одним тормозом для американской экономики очень нездоровые тенденции сейчас складывается ипотечные аккредиты с долгим периодом погашения тридцатилетний ипотечные кредиты несмотря на то что ставка снижается фактически перестали пользоваться спросом мы видим это в динамике продаж домов но не покупаются дома теми темпами которые были раньше о чем это говорит ну наверное это говорит о том что потребители домохозяйств не очень уверены в перспективах американской экономики ну а дальше делайте выводы а сами проведет ли это в конце концов крицессия который а через отдельные пророческие сценарии армагеддона а своего рода который начнется там можно найти я думаю в большом количестве на просторах интернета я считаю что давление на доллар может оказывать еще и укрепление иены потому что считаю что сейчас должен возникнуть и возрасте спрос на супер защитные инструменты которым относится японская иена то что сейчас на рынке не пытаются понять и спрогнозировать как оппозиция китая против односторонних санкций сша отразится на их торговых отношениях это не значит то что мы не должны об этом не думать и мы должны об этом думать мы фактически надеялись что в перспективе нескольких недель торговое соглашение будет подписано но может быть и штаты теперь будут а менее сговорчивыми и предпочитут же не идти на встроена навстречу к китаю если китай вот занял такую особняковую позицию после решения белого дома относительно вот санкции в адрес тех стран которые покупают уранскую нефть и тоже больная тема я думаю что мы к ней еще не раз вернемся но она способствует тому что мы держали а короткие позиции по доллару и и не очень многое будет зависеть от пяточных данных по экономическому росту но к ним мы еще подберемся у нас будет не один брифинг на пятницу друзья также по доллару канадцу хай 1 3454 это двухмесячный ну практически двухмесячный минимум канадского доллара участники рынка закладываются по то что банк канада сохранит направленность в сторону мягко экономической политики и уберет с заявлений любые комментарии которые связаны с возможным повышением процентных ставок если сегодня на пресс-конференции мы действительно сможем выбрать из всех заявлений именно вот эти вот тезисы и на них акцентировать внимание мы скорее всего уже до конца сегодняшнего дня и протестируем уровня 1 35 а может быть даже уйдем а повыше но мы фиксируем профит и я рекомендую делать это все-таки на отметке 1 35 потом уже на собственный страх и риск одержать позы фон снижается друзья 129 35 и увидимые 1 и 28 буквально вчера когда на это еще никто не акцентировал внимание я напомнил вам что самое интересное следующая тема политической будет потенциальный вот он не доверит и разумы и вот вчера о нем заговорили действительно консерваторы требуют от мы чтобы она ушла в отставку до 12 июля если она этого не сделает то они предпримут дополнительные меры тире стимулы и мотиваторы чтобы она покинула свой хиа пост что это может быть но получается что им нужно изменить законодательство потому что вот у недоверия можно выражать только раз в год а уже было подобное действие несколько месяцев назад когда тереза мы все-таки смогла сохранить за собой этот пост если тори все-таки будут настойчивыми то они смогут протащить эти изменения на законодательном уровне и все-таки спойнут а мы с ее оппозиции в общем друзья в англии политика не оставляет в покое не рынке национальные не фунта не нас как трейдеров которые следят за всем этим мы смотрим за тем как консерваторы готовят сам настоящий заговор против мэй поэтому 128 как питать ждем просто отработки этого уровня в столе из против доллара 070 26 как и ожидалось якорем для австралийцы выступят данные по инфляции наш прогноз был абсолютно верным минус на целых пять десятых процента со прошлого показателя по инфляции в годовом выражении 13 раньше был показатель 18 еще опаснее ситуация с тем что а базовая инфляция снизилась на на целых одну десятую процента вот это уже показатель который отражает непосредственно внутренний спрос он оставляет желать лучшего австралийца идет вниз а новозеландец вниз там же потому что ранее мы по новозеландцу получили похожие цифры по инфляции и после таких данных по инфляции друзья в рамках австралии я уверен то что резервный банк австралии снизит ставку сначала в мае а потом я допускаю что сразу же сделает еще одно ну пойдет на еще одно снижение спустя месяца в июне 070 будет как уровень протестирована если он я уже отменил устали ждать можно фиксироваться евро против доллара 1 12 13 держится пока планка 1 12 но сломаем и и очевидно что медведи уже не раз не подступались и не знают с какой стороны зайти чтобы продавить этот уровень как правило при таком раскладе все таки уровень падет доверие потребителей минус 7 и 9 с минус 7 и 2 слабый отчет еще один который указывает какого мнения потребителя о текущей ситуации в экономике я думаю что показатели будут ухудшаться и в принципе я уже давно сказал что слабая статистика это основная характеристика того что происходит с еврозоной доллар франк очень мощное восходящее движение 1 0204 сейчас котировки причина ослабления франка была связана с комментариями господина джорлана который возглавляет национальный банк швейцарии он снова отметил что банка швейцарии не собирается отказываться от на мой взгляд самый беспрецедентный мягкой экономической политики потому что только ставки по депозитам там 0 75 сотых процента со знаком минус и более того джордан допустил что ставки могут быть все снижены еще сильнее друзья на этом собственно все большое всем спасибо за внимание хорошей торговой сессии давайте внимательно следить за тем что происходит на площадках не забывайте что на такой волатильности прежде всего нужно быть крайне бдительными и контролировать риски это ключевое правило эффективного гребельного трейдинга всего доброго до свидания